Всем привет! Это видео будет об организации хранения отрезов тканей, а также их расхламлении. Если вам интересно подобное видео, оставайтесь со мной. Во-первых, я хочу сказать, что все отрезы ткани у меня хранились на полках, как у многих мастериц, либо в картонных коробках. В картонных коробках мне очень не понравилось хранение, потому что не видно, что за ткани, в каком количестве. Забываешь, что у тебя есть, в каких размерах, так сказать. Поэтому я решила в Ikea приобрести вот такого рода текстильные большие коробки. И в них намереваюсь хранить отрезы тканей. Каждый отрез я буду складывать в полиэтиленовый пакет, чтобы он не выгорал, потому что я не могу даже предположить, в какое время все эти отрезы у меня будут востребованы и использованы. Итак, начнем. Первое, с чего мы начнем, это вот такой вот отрез трикотажной ткани. Светло-светло-светло салатового цвета. Покупала я его на платье, но потом поняла, что это слишком тонкая ткань для того, чтобы шить из него ткань, платье. Этот отрез отправляется на хранение. Затем это вот такая вот сетка, обычная белая сетка, которая используется для подъюбников. Также, пока не нашла своего применения, отправляется на хранение. Затем это вот такая вот ткань зеленого цвета, трикотаж, и такого нежно-нежно-кофейного. Он и не серый, и не коричневый, очень приятный цвет, очень мне нравится. Она тянется. Была у меня также такая ткань, подобная темно-синего цвета. Я сшила из нее юбку-карандаш, прекрасно носится, очень мне нравится. Возможно, из этих тканей также будут сшиты подобные юбки, пока ткань отправляется на хранение. Затем хочу показать вам вот такой вот огромный отрез черной ткани. Это плотная такая ткань, немного тянется, вот на такой вот флисовой основе, как вы видите. Но я не пойму, к ней уже, пока она в куски, к ней уже липнет всякая пыль. И как будет в носке эта ткань, тоже понять не могу, поэтому я расслабляю этот кусок с пользой и намерена сшить из этой ткани брюки для себя. Затем это вот такой вот кусок, отрез ткани, искусственный шелк. Пока не знаю, что из него можно сшить. Если у вас есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите. Затем вот такая вот ткань, очень красивая ткань, очень приятный, натуральный шелк. Это подарок, который привезли мне из Дубая, расцветка в сине-серых тонах, очень красивая. Из этой ткани я уже сшила себе платье прекрасно в носке, сшила себе блузку, то есть вверх из такой ткани, а низ вот из такого трикотажа. Трикотаж очень легкий, его еще здесь достаточно много осталось. И данные отрезы ткани также ждут в своей очереди, отправляются на хранение. Это ткань серого цвета, такие розовые одуванчики, хорошо тянется, прекрасно для летних платьев. Называется это вискоза, либо холодный трикотаж. Также вот такая вот есть расцветка такой же ткани. Отправляются на хранение. Вот такая вот ткань красивого малинового цвета. Смотрите, какая у нее обратная сторона, прекрасная ткань. Здесь ее немного, здесь около 70 сантиметров. Не решила, что из нее можно сшить. Отправляются на хранение. Вот такая вот ткань. Это креп, сиреневого цвета. Мне ее подарили. Здесь очень много. В отрезе около двух метров, даже может быть два с половиной. Я хотела в прошлом году, летом, сшить из нее юбку солнца, но до настоящего времени не сшила. Возможно, сошью в этом году, но на расхламление я ее пока не положу, потому что сейчас только середина января. Пока эта ткань идет на хранение. Затем ткань вот такая. Это три катаж. Вот такая вот у нее обратная сторона. Отлично тянется. Не знаю, что из нее сшить. Вероятно, какую-то кофточку. Здесь тоже достаточно много. Буду думать. Может быть, вы что-то предложите. Пока отправляется на хранение. Вот такая вот ткань. Тоже синего цвета. Это трикатаж легкий. Хорошо тянется. Наверное, было бы хорошо из него платье. Но пока не выбрала, какого фасона. Может быть, платье из такой ткани. На хранение. Затем ткань очень такого богатого цвета, красивого. Сочетание синего, фиолетового, коричневого, черного цвета. А также вот такой металлизированный здесь нить. И может быть, даже это люрекс. Очень красиво тянется. Брала я эту ткань на платье. Но до настоящее время платье я не сшила. Потому что думаю, что на лето, наверное, темновато. Так же, как и на весну. А на зиму, наверное, оно слишком легкое будет, что ли. Если у вас есть какие-то предложения, пишите. Пока эта ткань отправляется на хранение. Вот эта ткань. Бесшовный трикотаж. Смотрите. Видно вам, да, по-моему, бесшовный в такую трубу. Брала я этот трикотаж на юбку, чтобы не было боковых швов. Хотела сделать красивый пояс, красивый низ. Но пока никак не оформила. Если что-то я придумаю из этого сделать, то, конечно же, вам покажу. Далее вот два таких кусочка ткани. Один потемнее темно-красный. Второй такой прям насыщенно красного цвета. Это искусственный шелк. Это креп. Что из них сшить, я не знаю. Здесь достаточно небольшие куски. Около 50 см. Отправляются на хранение. Затем ткань у нас... Мне она очень понравилась. Молочного цвета трикотаж. Хорошо тянется. Смотрите. Хорошо тянется. Но вот когда его тянешь, он как-то ухожится. Я не знаю, как он будет, а удалский. Я хотела бы из него сшить, может быть, футболки или майки. Посмотрю. Пожалуй, я его расслабляю с пользой. Буду сшить из него футболки или майки. Затем вот такой вот трикотаж. Очень мягкий, очень приятный. Но он такой тонкий, что из него, пожалуй, тоже можно сшить только какую-то нательную футболочку. Если у вас есть какие-то идеи, пишите. Отправляю его на хранение. И осталось у меня буквально два отреза ткани. Это вот такой вот пижамный какой-то отрез. Что из него можно сшить? Только если пижаму. Управляю на хранение. Пока мне пижама не нужна. И вот такой вот отрез ткани. Вот такая лицевая сторона. Очень тонкий хлопок. Брала я его достаточно давно. Ничего из него не сшито. Отправляю его на хранение. Итак, у нас на расхламление две ткани. Это черная ткань и молочная ткань. Из черной я планирую сшить брюки. Из молочной я планирую сшить либо футболку, либо майку. Спасибо за внимание. Добрые бантиков.